Музыкальная кухня Композитор Сергей Любавин Сергей, здравствуйте Здравствуйте, Юля Очень приятно Сергей Любавин не только пишет и исполняет собственные песни Этот шансонье еще и неплохо готовит Вот так берете, раз, раз, раз Вы же сильный, хотя бы чеснок там вы можете раздавить И входит со сцены на кухню во всеоружие Пока я пел, ты создала тут просто шедевры какие-то кулинарного искусства Да, специально для вас, но они подождут И еще с удовольствием познает новые рецепты, блюда и вкусы Ну что, бомба Бомба? Подождите, я тоже хочу Секреты правильного приготовления стейков от Сергея Любавина Прямо сейчас в программе «Музыкальная кухня в твоем доме» Моя музыкальная кухня находится в гипермаркете «Твой дом» в Кунцево Кстати, сеть гипермаркетов «Твой дом» работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки уже 20 лет Сергей, ну что же кулинарного вы сегодня придумали для нас? Два вида стейков Это... Рибай И также стреплоин Сделаем такие два варианта Я дополню ваши стейки двумя соусами Чимичури и грибной соус Ну что, приступаем? Давайте, я пока тут все по шаманю разложу А вы пока, пожалуйста, исполните свою песню Чтобы зарядить нас, так сказать, положительными эмоциями Эмоциями, хорошо, согласен Сергей Любавин родился в Новосибирске К музыке его приучила мама Которая часто пела в кругу семьи Уже в 15 лет в школе Сергей создал свою первую группу В 90-м году переехал в Москву Где окончил вокальную студию училища имени Гнесина А в 93-м Сергей Любавин выпустил свой первый альбом Темное небо Карие звезды Люди встречайтесь, люди влюбляйтесь Пока не поздно Пока не поздно Вы говорите Слава простые Слава святые Глаза глядите Ты как светенье В дикой природе И для меня Как будто Влади Для Володи Заеду в гости Заваришь чаю Я расскажу Я расскажу, как часто По тебе скучаю И я одеваю Тебя в ароматы И в красоту простых мелодий Наряжаю В чем же родная Мы виноваты В том, что грешны В том, что грешны И в том, что Бесконечно святы Ты как светенье В дикой природе И для меня Как будто Влади Для Володи Заеду в гости Заваришь чаю Я расскажу, как часто По тебе скучаю Ты как светенье В дикой природе И для меня Как будто Влади Для Володи Заеду в гости Заваришь чаю Я расскажу, как часто По тебе скучаю Она светенье В дикой природе И для меня Как будто Влади Для Володи Как получилось В чем виноваты За что мы с нею На кресте одном Распяты За что мы с нею На кресте одном Класс! Спасибо большое! У меня для вас два соуса к вашим стейкам Первый называется Чимичури Это такой базовый соус к мясу родом он из Аргентины Он вот добавляет Какую-то нотку Легкости Чимичури Да Что я делаю Для этого вам нужно Руководить Просто все ингредиенты Петрушку Цедру лимона Сок лимона Лук Чеснок Оливковое масло И уксус белый Винный Положить в блендер Все Блендер все сделает за вас А я пока займусь более Таким Классическим соусом Понятным нашему русскому человеку Грибным Грибной соус На основе сливок Отлично Я нарезала грибы тонко И на оливковом масле На сковородке На большом огне Поджариваю До золотистой корочки Теперь в процессе Добавляю туда Дольку чеснока Я ее немножечко Придавливаю Чтобы все ароматы Чеснока выпустить И отправляю туда Потом Мы просто Эту дольку Вынем Юля, а мне что делать? Вот давайте Так Вы вставляйте Этот блендер Эту чашу Вот в этот агрегат Так Так Нужно добавить Немножко дижонской горчицы Она сладкая С медовым привкусом И очень хорошо Дополнит наш соус Для грибного соуса Все ингредиенты Грибы Сливки Оливковое масло Чеснок Дижонскую горчицу Соль И перец Мы подобрали Не покидая музыкальную кухню Прямо в гипермаркете Твой дом Кстати И ингредиенты Для экзотического соуса Чимичури Также с легкостью Нашлись В твоем доме Аромат вообще отлично Аромат, да Особенно Любители грибов Божественно Все Соусы у нас готовы Сейчас я их сервирую А вас попрошу спеть Еще одну свою Потрясающую песню Чтобы мы просто Рванули вперед Кулинарным победам Да, к своим стейкам Да Хорошо К вашим Город печальный Уставший от рокота Где же ты, счастье мое, одинокое Дождь сумасшедший Назначил свидание Что ты сказала ему На прощание Город ночной Одинокая женщина С летним дождем Этой ночью повенчана Вот у метро Покупает цветы Где ты, единственный Брешный Где ты? Он не обещал Лучшие песни Свои Он не обещал Тебе весь мир Подарить Он не обещал Солота древних богов Он пообещал Только святую любовь Нежность Острая боль Поначалу Знаешь Если б сначала Начать Только В небе кружит Воронье Где ты Глупое счастье Мое Острая боль Острая боль Острая боль Нет, не обещай Все жемчуга и цветы Нет, не предавай Татлас сжигая мосты Нет, не обещай Золота древних богов Обещай только святую любовь Нежность, острая боль по ночам Знаешь, если б сначала начать Только в небе кружить Вороньё, где ты? Глупое счастье моё Глупое счастье моё Пока Сергей Любавин будет готовить стейки рибай и стриплой Сюда-сюда-сюда чесночок, розмарин Но на самом деле он у нас уже тоже почти готов Шеф-повар Юлия Брецко расширит кулинарный кругозор певца брускетами в итальянском и испанском стиле Давайте сделаем мой вариант этой закуски Продолжаем готовить прямо сейчас Это программа «Музыкальная кухня в твоём доме», где мы не просто готовим, а обязательно под хорошую музыку И сегодня нам помогает в этом певец-композитор Сергей Любавин Давайте приступим к закуске Закуски давайте готовить, да Не будем отвлекаться Так, попрошу вас нарезать багет Помидоры, чеснок, кинза Всё это я рублю мелко, перемешиваю Чуть-чуть солю, чуть-чуть перчу И в таком виде это можно или на хлеб В моём понимании это брускетто, которую любят в Италии, в Испании Брускетто Давайте сделаем мой вариант этой закуски Если я тоже сделаю в салат, как вы говорите Так Но добавлю туда не кинзу, а зелёный базилик Чеснок и помидор А вы мне пока расскажите про Юрмалу Вот я читала, что Юрмала это был один из конкурсов первых серьёзных, на которые вы поехали, приехали, можно сказать, в том, что было, да, в джинсы и в рубахе Понятное дело, времена какие были, начало 90-х лихих Да Ну там всё просто на самом деле было Приехал я из Сибири, было у меня две песни, отобрался здесь на каком-то региональном конкурсе, поехал на Юрмалу Вот, и это был первый международный конкурс Ну Юрмала это же уже очень серьёзный конкурс Серьёзно, да, ну у меня была такая богатая школа, в общем-то, вокальная и свой коллектив новосибирский Угу, вояж, да он называл? Да, 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 то есть я подготовленным уже таким человеком более-менее приехал в плане вокала, в плане пения Вот И как вас Юрмала встретила, такого парня удалова? Замечательно встретила Лайма, которая возглавляла в жюри, увидела этого сибирского паренька на сцене, там, в джинсах вот этих драных Ну вы не опешили, Лайма Вайкули уже тогда была такая знаменитая Я, во-первых, опешил сразу, Юля, честно тебе скажу Но дело в том, что в этих джинсах меня никак не хотели допускать до соревнований вот этих юрмальских конкурсов Она придумала такую вещь, она молодец, конечно, большая Она привезла мне костюм, фрак своего мужа Андрея Он по комплекции где-то как я, и вот я во фраке Слушайте, ну получается, чудеса случаются Да Первый альбом ещё, я знаю, вам помогли записать друзья-студенты То есть удача вам сопутствует, по сути, на протяжении всего вашего творческого пути Первый альбом, записывали с таким трудом А вы на кассету записывали тогда? Тогда были кассеты, тогда даже, я тебе больше скажу, первые были какие-то бобины такие огромные Называлась эта фирма «Свема» И вот на этих бобинах я носил свои первые песни На радиомаяк, на юность тогда была такая передача Ну это вообще очень, начало 90-х И как принимали? Конечно, как молодых принимают Да никак, иди репетируй Не так, как лайма Иди репетируй, во-первых, да Приходилось уходить репетировать Но тем не менее, шаг за шагом шёл к своей цели И родился первый альбом В 93-м году он вышел на студии «Союз» Потом второй, третий И так вот закрутилось, понеслось Слушайте, а вот ещё такой интересный факт Расскажите про группу «Лесоповал» Почему же вы всё-таки не согласились? Ой, да, это история такая Михаил Исаевич Станич пригласил меня С тем, чтобы я был одним из солистов его группы Но поскольку я писал свои песни Носил постоянно их «Михаил Исаевич, ну послушайте, вот А у меня вот это вот такая, вот это такая» И он уже махнул рукой, говорит «Ладно, давай-то всё это, пой свои песни» Я же чувствовал, что это не моё Но где там Сергей Любавин и там Шкон Канары И там что-то такое Это совершенно не в моей стилистике Всё-таки душа не лежала Наш хлеб Хлебушки пожарились Пожарились, выкладываем Я вижу, ой, замечательный золотистый цвет Какой просто такой Мы берём поджаренный кусочек хлеба Натираем его чесноком Натрём С двух сторон, да? С одной, с одной Хорошенько натираем Хорошенько Хорошенько натираем А я пока сбрызну оливковым маслом наши брускетты Так, теперь натирайте помидором Этот же хлеб Этот же хлеб Втирайте со всей силы в этот хлеб помидор Да, вот, вот, чтобы всё вот там вот так вот размузякалось Это итальянцы так делают? Это испанцы Это классический испанский бутерброд Вот эти конкистадоры самые Да, именно Они Так, вот, всё И сверху мы кладём Пармскую ветчину Так Значит, один у нас испанский бутерброд Испанский бутерброд И две брускетты С томатами, базиликом, чесноком и красным луком Мне кажется, и хамон, и пармская ветчина Это всё есть один окорок Один окорок, да Завяленый Просто в Италии он пармская ветчина В Испании он хамон Он испанская ветчина Точно Ну что, песню? Песню? Давайте Давайте под пармскую ветчину Какую-нибудь живенькую? Живенькую Живенькую Поехали И пусть вас греет мысль О вот этих вот фантастических бутербродах Она согреет, Юля Сказочный замок Наш домик у озера Где ты со мною была Лодка причалила Раннюю осенью Ты на причале ждала Как у Джаконды Грустные глаза Их не коснётся боль Земная Светлая слеза Там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести Я ради тебя Ради святой любви Отдал бы всё Ты только позови А за кормой Что-то шепчет волна Звёзды ближе В конце сентября Как же ты мне Бесконечно нужна Как вечернему небу заря Как у Джаконды Грустные глаза Любовь моя земная Где сказка детская Я там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести Я ради тебя Ради святой любви Отдал бы всё Ты только позови Нежная Перри Холодное сердце Твоя говорила навек Знаешь, как в жизни Бывает обидно Когда предает человек Как у Джаконды Грустные глаза Я верил в чудо Как да Винчи Верил в чудеса Там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести Я ради тебя Ради святой любви Отдал бы всё Ты только позови Там, за той волной Там, за той волной Всей твоей нежности Всей твоей родной Утренней свежести Я ради тебя Ради святой любви Отдал бы всё Ты только позови Ты только позови Ты только позови Ты только позови кухня в твоем доме, где мы не просто готовим, а обязательно под хорошую музыку. И сегодня нам помогает в этом певец-композитор Сергей Любавин. Рассказывайте, что вы будете делать. На самом деле фишка в следующем. Нужно максимально включить вашу плиту. Мясо мы достали из холодильника ровно час назад. Оно согрелось, оно задышало, то, что называется. Оно сейчас готово. Берем перец, берем крупную морскую соль, очень вкусную. А вы дома часто готовите стейки? Не очень, но стараюсь. Чуть-чуть вот так вот оливковым маслом переворачиваем. С двух сторон солим, перчим. Чуть-чуть оливкового масла. Опять же, прямо вот в таком состоянии. Не надо прибивать его как-то это самое, утрамбовывать. Немножечко масла на сковородку. На всякий случай. Я хочу сказать еще нашим телезрителям, что Сергей сделал очень правильно, что посолило мясо непосредственно перед жаркой, а не сделал это заранее, потому что мясо испортится. Все соки из него выйдут, и вы просто получите кусок сухого мяса, плавающего в воде. Да, Сергей, вообще вам респект, уважуха. Поехали? Да. На очень сильном огне где-то полторы-две минуты. Ну, запахи, конечно, фантастические идут. Я обожаю. Переворачиваем. Сковородка ребристая должна быть? Совершенно не принципиально, какая сковородка. Ребристая она, гладкая, нарезная. Самое главное, что у вас есть хороший кусок мяса, у вас есть настроение. Рядом с вами стоит красивая женщина и профессиональный повар. И вы делаете свое дело с любовью. Вот это самое важное. Если этого не будет, никакая ребристая сковородка вам не поможет, я клянусь вам. Слушай, Юрий, знаешь что? Мне нравится вот этот кусочек, такой прослойка сала. Давай ее поджарим тоже. Давайте. Она как-то некрасиво здесь смотрится. Вы знаете, что если отрезать вот этот кусок сала, получится Нью-Йорк стейк. Нет, это я таких не знал еще. То есть Нью-Йорк стейк это тот же стриплоин стейк, только без вот этой вот жировой прослойки. Но мы ее сейчас зажарим как следует, чтобы она... Ну давайте, я даже не хочу встревать в этот процесс, за вами наблюдать одно удовольствие. Мужчина работает, мужчина на сцене здесь стоит на кухне. С мясом. С мясом, да. С мясом он... Молодец. Прижарим его как следует. А вот теперь чеснок и я попрошу снять, как это вот мужчина должен делать. Не надо ничего, вот просто вот так берете, раз, раз, раз. Вы же сильный, хотя бы чеснок-то вы можете раздавить. Вот так давим. Раз. Берем, не чистим совершенно. Кладем вот так. Берем тимьян розмарин, точно так же руками его. Для чего же мы это делаем? Чтобы ароматизировать, да, наше все это мясо? Конечно. И берем сливочное масло. Это нужно для вкуса. Для вкуса, для жирности, для сливочного вкуса, да? Для мягкости мяса еще. Когда у нас уже запеклось мясо, закрылись поры, и сок находится внутри, почаще, буквально через каждые полминуты переворачивать эти куски. И давайте вот так вот поливаем. А маслом вот так поливать, да. Чтобы все со всех сторон равномерно прожарилось. Ну это чудо вообще. Что происходит? Ну на самом деле стриплоин уже подходит к медиуму. А, ты думаешь? Медиум, да. Уже на твой вкус. Доверьтесь мне. Да, да, да. Стриплоин уже нужно снимать. И мы... Точно? Да. Так, где у нас тарелочка? Кладем его, вот, давайте на доску и даем ему отдохнуть. А, устал что ли? Конечно, мясо должно... Чего-то все повара говорят, даем мясо отдохнуть. Мясо должно отдохнуть, потому что если начать его резать сразу, это будет стресс. И все соки из него вытекут. А сейчас все соки пропитают все мясные волокна, и оно будет сочным и вкусным. Но для этого оно должно чуть-чуть полежать. Чуть-чуть полежать. Минут 5-7. Стейк-ребай мы... А стейк-ребай? Внутренней жировой прослойки оно у нас не пригорает и сочное. Мы его переворачиваем туда-сюда, туда-сюда. Чесночок, розмарин. Чесночок, розмарин. Но на самом деле он у нас уже тоже почти готов. Да. Вот, вот, теперь такой цвет, который я люблю. Класс. Опять же, можно полить его маслицем и соком мясным. Польем маслом, соком. Я прям нервничаю, надо уже снимать. Бомба. Вот. Вот и все, в общем-то. Так, снимайте скорее. Снимайте, снимайте, снимайте. Поль, поль. Берем щипцы. И снимаем. И, конечно же, мы находимся на открытом пространстве. Здесь очень высокие потолки. А дорогим телезрителям я все-таки рекомендую, наверное, и ты, да, открывать широко окна, включать все вытяжки. Да, это правда. Потому что мясо, оно требует... Когда вы бросаете этот кусок на раскаленную сковородку, такой дым. Заполняет всю квартиру, действительно. Я думаю, муж вам замечания делает. Ой, всегда. Вы угадали. Он потом не делает, когда ест, а сначала все делают замечания. Пока они отдыхают, спойте нам еще какую-нибудь песню. Думаешь, надо? Да. Хорошо. Пусть будет эта тоже лирическая красивая песня. Давайте. На ваше усмотрение. Которая порадует наших телезрителей. Давайте. Хорошо. И думайте все время о вот этих вот сочных стейках. Они ждут вас. Засыпанная снегом Москва. А в Петербурге дождь и туман. И капельки воды на ресницах застывают снежинки. Ирония судьбы или обман? Я вечно где-то здесь, а ты там. И не хватает времени и силы отогреть эти льдинки. Ты ведь просто моя королева-бессонница. В глубину твоих глаз мне не надо смотреть. И сцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. И вроде я не твой пассажир. И вроде не моя здесь вина. Так горькая вечерняя радость. Бутылка вина. Твоё не уезжай без конца. Так долго в ритме бьются сердца. Твоих счастливых слёз мне до рассвета не напиться с лица. Ты ведь просто моя королева-бессонница. Глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. Ты ведь просто моя королева-бессонница. Королева-бессонница. Глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. Это программа «Музыкальная кухня в твоём доме», где мы не просто готовим, а обязательно под хорошую музыку. И сегодня нам помогает в этом певец-композитор Сергей Любавин. Сейчас мы посмотрим. По-моему, шикарная прожарка у нас получилась. Вы как считаете? Я считаю, что вообще это... Слушайте, ну вот вы, наверное, путешествуете много, да? Ну, бывает, да. А вот в путешествиях вы где-нибудь пробовали такой стейк, вот что прям ум отъешь? Ум отъешь – это... Это вот прям высшая степень блаженства. Вот, на самом деле, в Ростове сумасшедшие там стейки специализированные такие. У них какие-то такие печки, типа наших русских, но уже такие современные, не скажешь, как называется. Вот печка, где уголь там что-то у них топится. То есть в России всё-таки умеют готовить? Умеют, замечательно ребята это делают. И в Москве тоже очень много таких ресторанчиков уже с вкусными мясом. Ну, скажите, как вам прожарка? Просто замечательно. Угадали? Всё в порядке? Угадали совершенно. Здесь может не пугать наших телезрителей, что вот такое красноватое мясо, на самом деле, оно готово. Оно готово, да, оно не сырое. Это сок. Это просто оно настолько сочное, вот нажимаешь, и сок прям сочится из него. И в этом и есть, на самом деле, кулинарное искусство, чтобы довести до этого состояния, не пережарить. Да, чтобы и не пережарить, и не недожарить. А можно попробовать, а? Конечно. Ну что? Бомба. Бомба? Подождите, я тоже хочу. Брусхеты и соусы. Замечательно. Мы не должны забыть про наши соусы. Так, давайте, значит, начнём с чимичури, да? Так, сейчас, давайте. Чимичури. Из чего он у нас состоял? Петрушка. Помню я петрушку, помню я чесночок, чуть-чуть помню я лимонный сок, лимонную цедру. Цедру, да. Оливковое масло. Помню я оливковое масло, чуть-чуть оливкового масла. Соль. Соль. Красный лук. Красный лук. И всё, блендер за нас это пеленит. Блендер всё сделал за нас. Это такая кифа. Я никогда в жизни не пробовал это, но не знаю. Давайте. Наверное, я не... Попробуйте. И я попробую. Кладём это на мясо, так аккуратненько. Это такой кисло-сладкий, очень нежный. Ваша вилочка. Можно ножички, кусочек себе отрежу, буквально просто попробовать. Представляешь, Юля, сейчас ребята, молодые операторы, они сейчас снимают всё, смотрят на нас. Ребят, тут мало просто мяса, это самое. Но мы вам оставим обязательно. Вам всем хватит переживать. Так, ну. Ну как? Кисло-сладко. Это бомба. Это аргентинский соус чимичури. Чимичури. Я теперь буду знать. Я запишу рецепт. И буду на гастролях, на долгих гастролях, всех поражать умением приготовить чимичури в условиях закрытых... Главное запомнить название. Чимичури, да. Так, и теперь, ну немножко вот у нас постоял, он уже не такой тягучий, но всё равно от этого не менее вкусный. Это что? Грибной соус. А, грибной. Ну это проще. Это жареные грибы, сливки, дижонская горчица, чеснок, соль и перец. Кусочек пробуем, да? Пробуем. Вот этот возьмем? Да, давайте без жирка. Типа мы на диете. Чокнемся вилочками. Опа. Ваше здоровье, друзья. Шикарно. Вот это просто балдёж. Вот этот стейк не такой жирный, да? Да, да, да. И вот этот вот жирный соус прям добавляют. Стейк стриплоин. Стриплоин, да. Очень вкусно. Итак, к менее жирному стейку стриплоин мы сделали жирный, такой тягучий, очень классный грибной соус. А к стейку, который приготовил Сергей под названием рибай, мы сделали лёгкий, жирненький, да, такой. Мы сделали лёгкий соус под названием чимичури. Чимичури, да. И на долгих вот этих гастролях я буду вспоминать с какой-то теплотой душевной вот этот чимичури, всем рассказы. А наш-то будете кулинарный экспириенс? Конечно, я скажу, а не пробовали вы чимичури? По рецепту Юли. Да, Юлия, если вы её хорошо попросите, сможет вам приготовить его. Замечательно. Так, ну что, теперь пробуем брускеты. Слушай, Юлия, я удивлён даже. Я думал, вообще-то, вот ехал на передачу, думаю, ну что-то мясо пожарим, да, разбежимся, думаю, ну так вот как-то всё это самое. И, Юлия, я знаю, что предлагаю перед брускетой по бокалу клюквенного морса. Ну, традиционного нашего сухого клюквенного морса. Или забродившего вишнёвого сока. Да, давай, попробуем. Как это красный клюквенный морс и без мяса, и без брускеты? Какого не может быть? Под красное мясо красный сок, под красные помидоры красный сок. У нас всё прям в цветовой идиллии. Ну что? Так вот. Ура! Рядом с профессионалом, с Юленькой, мы приготовили какие-то очень простые, очень верные и очень замечательные блюда. Всем россиянам, кто смотрит нас, я рекомендую только такую кухню. И через сколько-то лет, совсем скоро уже, это станет настоящей, традиционной российской кухней. Да это бог, чтобы было так. Спасибо за такие тёплые слова. Давайте же всё-таки попробуем. Попробуем брускету. Это вкусно. Серьёзно? И сочём. Ваше здоровье. Итак, стейки «Рибай» и «Стреплойн» мы готовили, поперчив, посолив с двух сторон, сбрызнув оливковым маслом, обжарив на сильном огне каждую сторону по 2 минуты. В сковородку добавили чеснок, веточки розмарина и тимьяна. А на мясо – сливочное масло для равномерной прожарки. К мясу мы сделали аргентинский кисло-сладкий соус чимичури, просто бросив в блендер петрушку, цедру лимона, красный лук, чеснок и добавив оливковое масло, белый винный уксус и лимонный сок. А также сделали грибной соус, обжарив шампиньоны, залив в сковородку сливки и добавив столовую ложку дижонской горчицы. Ну а на закуску были брускеты в итальянском стиле, с нарезкой из базилика, чеснока, помидора и красного лука на обжаренных ломтиках багета. А также испанские бутерброды, когда поджаренный багет сбрызгивается оливковым маслом, натирается чесноком, помидором и сверху кладется пармская ветчина или хамон. Кто что предпочитает. Что это у нас? Испанский бутерброд. Ммм, неплохо. Отлично. Мне брускета понравилась больше, честно говоря. Знаете, мне тоже. Да. Может быть, потому что чуть постояла? Может быть, да. Не отдохнула, видимо, пармская ветчина. Точно, совершенно точно. Или чересчур много отдохнула? Может быть, да. Они вообще много отдыхают. Давайте еще поглоточку. И еще одну песню. Еще одну песню. Хорошо. Сейчас как раз самое время. Да. Шел мальчишка по пушке, сам не знал куда. По пути поймал лягушку около пруда. А лягушка вдруг сказала, отпусти меня. И награду три желания требуй от меня. Требуй, что тебе надо. Я помочь буду рада. И тебе в награду три желания дарю. Скоро сбудется. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь. Я за все, что случилось, отблагодарю. Сразу эти три желания. Сразу эти три желания выбрать он не смог. Я за все, что тебе надо. Я за все, что случилось, отблагодарю. Я хочу добиться власти в городе своем. Через месяц наш парнишка выбран королем. Он теперь король, но на сердце боль. Ровно через год вновь к пруду идет. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги. Не нужны мне власти деньги, я хочу любви. Ты, лягушка, вмиг свой сменила лик. Видит наш король, девушка стоит. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе в награду я себя подарю. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе в награду я любовь подарю. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь. Я за все, что случилось, отблагодарю. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада. И тебе в награду я любовь подарю. Скоро сбудется, знаешь, все, что ты пожелаешь. Я за все, что случилось, отблагодарю. Спасибо вам большое, Сергей. Отлично мы с вами, считаю, сегодня поготовили. Еще лучше попели. Поэтому я вам очень благодарна за эти потрясающе вкусные стейки и за ваши душевные песни. Спасибо, Юленька. А я считаю, что сегодня было у нас в передаче две сцены. Сцена эстрадная, где каким-то образом царил я. И сцена кулинарная, где полностью были царицей вы и приготовили замечательные соусы, замечательные бутерброды и консультировали меня в жарке этого мяса, этих стейков. Спасибо. Это была программа «Музыкальная кухня в твоем доме». Я призываю всех готовить вкусную и здоровую пищу под звуки хороших песен, как для нас их сегодня исполнил Сергей Любавин. Спасибо огромное. Спасибо. Живите счастливо и будьте здоровы. Хочу сказать огромное спасибо сети гипермаркетов «Твой дом» за продукты, над которыми мы сегодня колдовали. Кстати, в твоем доме широченный ассортимент не только продуктов, но и посуды, текстиля, детских товаров, товаров для сада и оранжереи, а также для ремонта и интерьера. Смотрите нас на телеканале «Твой дом» и слушайте радиоверсию программы «Музыкальная кухня в твоем доме» на радио «Шансон». Ой, у вас была девчонка в то время. Две, а, не, не то. Одна была, да. А во-вторых... Это была программа... Это была программа «Музыкальная кухня в твоем доме» «Музыкальная кухня в твоем доме» «Музыкальная кухня в твоем доме»